Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 25 лет, есть ребёнок 6 лет от первого брака. Отец с ребёнком в жизни никакой роли не играет, не звонит, не пишет и т.д. Но это говорит о том, что с отцом ребёнком вы выстроили несколько деструктивные отношения. Нужно проанализировать ваше поведение там, чтобы увидеть, как вы к этому пришли, и какие паттерны вашего поведения привели к тому, что вот это произошло. Спустя 2 года после развода я познакомился с человеком, у нас с ним большая разница в возрасте, 15 лет. Это говорит о том, что вам нужен, скорее всего, отец в отношениях. То есть вы нуждались в защите и опоре. Это говорит о том, что после развода вы его не прожили, если вы, возможно, оказались травмированы разводами и, соответственно, у вас развилась такая вот попременность. Разницы не ощущалось добавлено времени, пока я не поняла, что человеку нужна рядом послушница, которая будет делать всё, как он скажет, с которой, как овечка, будет вас там соглашаться и т.д. и т.п., но, увы, со мной это не прокатило. Да, может быть, с вами этого не прокатило, но то есть вы выбрали такого человека, говорит о том, что некая тенденция есть. Я у него была четвёртая жена, правда, неофициальная, но у него от второго брака есть двое детей. Ну и на фоне того, что я его не слышал, высказываю мы всё, что я не думаю. Мы стали каждый день ругаться, что порой доходило до рукоприкладства. Это говорит о том, что вы не умеете выстраивать конструктивных коммуникаций и искать компромисс. Вот. То есть действительно нужно выражать то, что вас волнует, то, что вы чувствуете, но это нужно сделать так, чтобы не вызывать у человека агрессию. На работе я познакомился с молодым человеком, который стал мне первым уделять знак и внимания. Мы стали больше общаться, стали по телефону помимо работы списываться. Ну, у меня есть ощущение, что как ваш мужчина старше Копёрова, вы старше, который вас на 15 лет, вот, как вы в нём, в, вот, ну, собственно, в этом мужчине, да, вы нашли убежище, как будто бы, от, ну, вот, другого момента, да, то есть вот, от предыдущего, скажем так, аспекта, вы нашли убежище, вот. Так и, вот, значит, третий мужчина, на мой взгляд, точно так же является для вас убежище. То есть вы просто переключаете своё внимание от одного мужчины, получается, на другого, да, не особенно при этом обращая внимание, о том, что вы к нему чувствуете. Вот. Этот человек мне всегда помогал и поддерживал, да, вы смотрите на то, как человек относится к вам и что он для вас делает, но не на то, что вы к нему чувствуете, а это очень важно. По состоянию здоровья я ушла с работы, и так получилось, что забеременела человека, с которым жила, назовем его его супругом. Ну, не так получилось. Вы же совершили конкретные действия для этого. И ни в коем случае вас не обвиняю, хочется сказать, что нужно рассмотреть, какие это были действия, чтобы вы не постарали таких ошибок. Потому что, согласитесь, ну, вызывает вопросы, то, что вы с человеком ссоры, если вас заходит дорогу прикладства, тем не менее, вы от него беременеете. Он, узнав о моей беременности, выгнал нас, меня имел ребенку с дома, сказал, что ребенок ему не нужен, но он его принимать не будет, и вообще не хочет, чтобы малыши узнали его родственники, друзья. Но, опять же, это говорит о том, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, да, с первым, с вторым. Мои родители родственники очень далеко, за 4000 от меня километров, мне без работы беременной с ребенком некуда было пойти, и мой коллега спустил нас к себе положить. Вот как так получилось, что у вас нет своего, ну, ничего своего. Как так получилось, что вот вы познакомились с человеком, да, после развода, и у вас негде было жить. Вот. Как так получилось? Это что? Ну, это вот, так называемая жизнь, кредит, постоянное нарушение личных границ своих, непосредственно, и так далее. То есть вы не чувствуете свои возможности. Я ему сказал, что беременный, думал, он отвернется от меня, но он сказал, что для него это не проблема, сколько бы детей не было, он будет со мной общаться. Хороший человек, я думаю. Он старается относиться ко мне и к моей беременности аккуратно с уважением, помогает поддерживать. Но есть одна проблема, я знаю, он после предыдущих отношений боится мне довериться, соответственно, боится ее честнее полюбить. Простите, пожалуйста, а вот вы почему решили, что этот человек обязательно станет вашим мужчиной? То, что он проявляет знак внимания, то, что он к вам расположен, он еще не говорит о том, что у него есть к вам чувства. То есть вы говорите про его страхи, к сожалению, пока что это больше ваши домыслы. Он неоднократно говорит, что боится меня чем-то обидеть, он старается лишний раз молчать, если я чем-то его засыплю. Опять же, вам нужно корректировать свое поведение и умение выражать свои чувства и мысли, потому что коммуникация у вас явно несколько деструктивна. Он пытается казаться эгоистом крутым, но на самом деле он очень ласковый и заботливый, как ребенок. Опять же, это ваши домыслы, это ваши домыслы пока что. Он мне говорил, какую семью хочешь, а вот тут, скорее всего, уже ваша история про защищенность, про вот вашу потребность в защите, потому что сами себе вы не доверяете. Он бывает намекает, что не против поделиться своей фамилией, но к этому относится очень ответственно. Опять же, намеки, это скорее ваши додумки. Дело в том, что он постоянно мне говорит, что он занят, у него куча дел, он может с друзьями даже не поработать, а просто по делам друзей и ночью в 12 часов поехать по делам. Я ему как-то говорил, откуда я могу знать, по каким делам ты на самом деле ездишь и с кем и где ты ночуешь, может не дома. А какая вам разница, это еще не ваш мужчина и не муж. То есть откуда такие вот предъявления, да? То есть это базовая тревожность. То есть тревожность, что вы не можете положиться на человека, а себе не доверять. Вот с этой тревожностью нужно работать. Я ему, наверное, сказал, что в принципе отношусь к людям с взаимностью, привела ему примеры, я так буду ему говорить, извини меня дела, будет ли ему приятно, что он будет думать в этот момент абсолютно нормальная история. Слово-слово. самодостаточный человек абсолютно нормально это воспримет. Но то, что вы относитесь к людям, как вы говорите, по совзаимности, говорит о том, опять же, что вы больше реакционная система. То есть вы не опираетесь на себя в вопросе реакции, вы просто эту реакцию даете как ответ. Это большая проблема, потому что это является позитивной средой для созависимости. Да, я вижу симпатию, чувства, эмоции по отношению ко мне. А какие чувства, эмоции у вас? Про них вы не сказали ни слова. Видя чувства, эмоции другого, вы не можете. Это просто ваши проекции, то есть принос, присваивание человеку того, что вам хочется. Он мне говорит, что ему надо время решить свои проблемы, тогда у него будет время на меня, а сейчас я некобы весь делах поработал. Скажите, пожалуйста, неправильно быть с этим человеком. Становитесь, становитесь более самостоятельной и независимой, и более опираясь на себя, поработать самооценкой и страхами. А сделать это, можно, через психотерапию. На этом все. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на самую работу. Всего доброго.